Поэтому буду очень траток, буквально тезисно. Первое, общие проблемы в этой сфере, это, разумеется, не определенные сущности, хотя в основном сейчас сходятся в том, чтобы определять как-то валюты, как активы. Следующая проблема, это все-таки противодействие размыванию налоговой базы и выводу прибыли, в первую очередь через инструменты обмена фискальной информацией, относительно ПОДФТ, в тех юрисдикциях, где уже принято законодательство, влияние на финансовую стабильность криптовалют пока признается несущественным. И не настолько все страшно, как в ряде докладов прозвучало, что криптовалюта это обязательный признак вывода активов и прочее. Нет. И Верховный суд этого не имел в виду, вы, коллега, это понимаете. Но, конечно, подзвучало это действительно будоражаще. Еще из общих проблем, конкуренция юрисдикции, то есть необходимо согласовывать национальное законодательство с подходами, принятыми ОЭС, РФАТФ, банком расчетов международных и рядом других межгосударственных структур. Российская специфика, тоже очень кратко. Законодатель у нас избегает всячески высказываться о том, что такое криптовалюта, либо какие-то иные сопутствующие этому феномену деятельности. Что такое майнинг, что такое ноды, что такое оракула для блокчейна. Тем не менее, неопределенной сущности, значимой для участников рынка, она не мешает требовать налогов и отчетности. Но опять же, налогов какие-то подоходные. То есть здесь мы тоже достаточно близко сприкасаемся с теми юрисдикциями, где уже приняты некие правила, там, Екапритания, Австралия, и налоги взимаются все-таки либо с дохода, либо с прибыли, либо с прироста капитала. То есть, по сути дела, однопорядковые вещи. Идеи, которые обсуждаются в экспертном сообществе, это и налог Тобина, ну, то есть такое аналогичное налоговое обращение с ценными бумагами, на операцию с криптовалютами, это патентам, занятиям майнингом, это какие-то иные специальные налоговые режимы. Законодателям не поддерживаются, и, по сути дела, пока исходим из позиции квалифицированного умолчания законодателя. То есть, есть некоррегулирование, когда возникает какая-то новая технология, мы пытаемся разобраться, как эта новая технология помогает облагать налогами, получать декларации в старых правилах. Причем здесь исходит из принципа технологической интеральности, что даже вот сейчас закон 30 через ФЗ, неоднократно упоминавшийся с октября 2019 года, вступит в действие. Он такой достаточно расплывчатый, можно сказать, раночного характера, но, тем не менее, криптосообщество воспринимает его как начало чего-то хорошего, и уже можно будет о чем-то говорить в порядке хотя бы определения налоговых обязанностей участников рынка. Зарубежный опыт. Зарубежный опыт более-менее определились терминологией и результативными практиками в документах межнационального характера, это в докладах ОСР, Кемеровского университета. Вот неплохой доклад был Евразийской экономической комиссии. Отдается в основном в развитых юрисдикциях приоритет мягкому регулированному в виде разъяснений. Допустим, в Германии Баффин разъясняет, в Швейцарии Финма, в Штатах Секретер-Ченщик-Комишен отъясняет, как надо действовать. Приламент, да, прошу прощения. И я уже заканчиваю. Вывод. Все ждут, что кто-то первый выскажется и какой-то даст ответ на все вопросы, но это, разумеется, не будет. Поэтому сейчас приняты общие подходы, что криптовалюта ни в одной резидикции не является законным платежным средством, то есть в том плане, что она не может погашать и публичные, и частные долги без согласия к криторам. И в то же время, если есть договоренность, если есть согласие субъекта с правоотношениями, то как альтернативная расчетная единица, криптовалюта используется, и каких-то новых законодательных актов, специальных именно о криптовалюте или о блокчейне, не предполагается. В основном мягкое регулирование. Все, коллеги, спасибо. Спасибо большое.